Пьяный водитель на спортивном Порше протаранил 7 машин во дворе многоэтажки. Массовая авария произошла в спальном микрорайоне Краснодара. Это эксклюзивные кадры момента ДТП. Их запечатлела камера видеонаблюдения. Машина на невероятной скорости не входит в поворот, сносят забор, мусорные баки и припаркованные авто. В списке искореженных Шкода, Лексус, Мерседес, Ниссан, БМВ, Хонда и отечественная десятка. К счастью, в них никого не было. В аварии пострадал пассажир Порше со сломанной ногой. Его увезли в больницу. А вот водителя, 28-летнего жителя Тимашевского района, вероятно, уберег алкоголь. Согласно заключению экспертов, у него в крови обнаружили 0,5 промилле. По версии полицейских, виновник аварии приехал в гости к другу. Вместе они выпивали, а потом решили прокатиться по городу. Непутевому гонщику грозит штраф и лишение водительского удостоверения. Организатора нападения на семью пенсионеров в Новокубанске выдали сообщники. Заказчицей оказалась женщина. Именно она вызвала полицейских, когда зашла к супругам и обнаружила их избитыми. Напомню, 2 февраля в дом 86-летнего ветерана труда вырвались двое мужчин в медицинских масках. Требовали выдать банковские карточки с пин-кодами. За отказ старика избили, а потом пытали утюгом и феном. Его супруга не могла помочь, она прикована к постели. Так и не добившись своего, налетчики забрали четыре мобильных телефона и скрылись. Гаджеты нашли в разных местах поселка. Вскоре задержали и подозреваемых. Дали признательные показания и сообщили, что организатором данного преступления является девушка, жительница поселка Прикубанский, которая помогала пожилым супругам по хозяйству. В тот день она вместе с пенсионером ездила в банк для того, чтобы обменять банковские карты. Зная о том, что на банковских карточках находится значительная сумма денег, она заранее предупредила об этом своих сообщников, снабдив их пистолетом-зажигалкой и медицинскими масками. Сейчас наводчица тоже задержана. Во время обыска у всей троицы оперативники нашли тот самый игрушечный пистолет и одежду, в которой было совершено преступление. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. 30-летний анапчанин задержан с крупной партией наркотика. На его странное поведение на железнодорожном вокзале Анапы обратили внимание транспортные полицейские. Когда горожанина попросили пройти в дежурную часть, он разнервничался, а было из-за чего. Во время досмотра у мужчины нашли пакетик с веществом, которое, как показала экспертиза, не что иное, как синтетический психостимулятор, в народе называемый соль. Возбуждено уголовное дело. Словно герой юмористического журнала. Именно так можно характеризовать поведение участников аварии в сегодняшней дорожной хронике. Этот мужчина талантливо пытался припарковаться на улице Северной. Переезжали трамвайные рельсы и, казалось бы, ничего не предвещало беды. Один занял нужный мурят, второй не успел этого предвидеть. Выезжающий из переулка Седан смело двинулся в нужном направлении, несмотря на попутчика. Тот врезался в опору рекламного счета. По сообщению ЕДД, здесь без пострадавших. Пробки перед светофором на улице Сормовской из колонны неожиданно выехал мопедист. Его путь закончился на придорожной клумбе. Хозяева поврежденных машин бросились к нему, но бить не стали, а помогли подняться. Совершенно лениво поворачивал джип на улице Тургенева. И вот к чему привел этот вальяжный маневр. Водитель малолитражки попытался уйти от удара и врезался в боковое крыло соседа. А хозяин внедорожника так и поехал дальше. Совершенно невероятным образом завершилась поездка двух автомобилистов по улице Ставропольской. В этом столкновении пострадали только машины. Еще больше аварий с дорог Краснодара вы сможете увидеть, подписавшись на наш YouTube-канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова